Для нас интересно в первую очередь поработать по энергосберегающим технологиям, которые применяет данная компания. Нам интересно поработать модернизацией наших тяговых подстанций для нашего города транспорта, троллейбусов, трамваев. А в наших планах есть модернизация этих тяговых подстанций и замена трамвайного путепровода. Организация быстрых заправок электрических, что тем более актуально сегодня, это, как говорится, двойной удар. Во-первых, мы сможем обеспечить наш городской транспорт, а во-вторых, мы в ближайшей перспективе хотим перейти на экологичный транспорт в центре города. Это электрический транспорт. Для того, чтобы перейти, мы должны подготовить всю базу под это. Я имею в виду это и тяговые подстанции, и зарядки для будущего электрического транспорта. Сегодня мы проговорили в общем, договорились о том, что будут выделены специалисты из компании и Сергей Тетюхин, который возглавляет свой департамент транспорта, и до недавнего времени он возглавлял департамент экономического развития Одесского городсовета. Он посвященный во все наши возможности. Это укладывается все в нашу стратегию, транспортную стратегию города, которую мы приняли на сессии городского совета. То есть как раз здесь у нас все идет планово и системно. Я думаю, что от такого взаимодействия выиграет город, и конечно мы поддерживаем местные компании, которые сегодня обеспечивают и создание рабочих мест, и соответственные зарплаты сотрудникам, и отчисление в городской бюджет. Поэтому я думаю, всем будет интересно посотрудничать вместе. Это впервые такой визит государственных деятелей на наши предприятия. При том, что у нас довольно большой объем, доля государственных заказов у нас не превышала 1-2%, скажу так. И конечно для нас это честь, что сегодня у нас такие гости, и нам предложено поучаствовать в таком проекте. Электротранспорт сегодня, скажем, занимает очень серьезную нишу. И наше предложение базируется на том, чтобы предложить инжиниринг, предложить инженерные решения, и в дальнейшем предложить практическую реализацию с производством оборудования здесь, в Украине. Ну это, конечно, рабочие места, налоги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...